Это наша ночь, друзья. Это мы делаем вторую капельницу. Сегодня у нас на капельнице вот эти малыши. Там в глубине еще двое. Их закрывают. Ну-ка, девочка, дай вам посмотреть. Ты в глазенке не трещил. Нет? Плохо видно. Ну ладно. Да, малышка? Ну ладно. Этим катетеры уже сняли. А вот этих пробила прививка. Сделали прививку и все. Свалились трое малышей. Сначала овчарята свалились. Теперь вот эти малыши. Эти скелетики из овчарят двое уже поправляются. Катетеры мы им сняли. Держим их сейчас только на кисломолочных продуктах. Да? И на мяске. Это те ребята, кого мы уже вытащили. Здесь их четверо. Да, мои золотые. Вот такие мамины. Вот так. Давайте вам покажут. Ах, вы свалку устроили, крокодилы маленькие. Да? Да ладно, укрывайтесь. Они любят шалашики, поэтому все время им делаем такой же типа шалашик. И они хорошо там лежат. Да, мои золотые. Детки очень хорошие. Худенькие еще. Но я уверена, они поправятся. Друзья, у нас очень часто малыши бывают. И буквально после каждой, буквально после первой же глистогонки, после первой прививки, половина из них сваливается вот так. И мы с капельниц не слазим. У нас постоянно капельницы. Мы постоянно кого-то капаем. Ребята, это очень трудно. Но если не капать, то они смертники. Все будет хорошо. Да, мое солнышко. Ты мой золотой. Давай, Эдик, кушай ряженочку. Вот он уже подходит, нюхает, но пока еще не пытается. Тяжелые дети. Просто еще тяжелые. Да, козленок? Ну вот у этого рвота. Но мы ничего не можем сделать, ребята. Помогаем, как можем. Капаем, капаем, капаем. Вот такие у нас дела. Друзья, это лохматая душа. Мы часто показываем и рассказываем о нашей жизни. Но и все время, друзья, все время мы просим вас о помощи. Почему? Ну не выжить нам без вас. Не выжить. Нас почти 600. Это одних собак. Я не считаю кошек. Ага, с кошками, то значит уже и за 600. Друзья, я очень прошу. Если у вас есть хоть капля доброты в сердце. Пожалуйста, не проходите мимо. Наши реквизиты есть на сайте. Сайт Каура. В Яндексе набрать тоже легко. Каура2.ру. Лохматая душа. Друзья, для вас 100 рублей в наше время – это не очень большие деньги. А для приюта – это огромная помощь. Пожалуйста, я очень вас прошу. Ведь они тоже имеют право на жизнь. А дать эту жизнь можем только мы с вами. Купить лекарства. Купить лишний кусочек мяса. Я прошу вас, друзья. Я трачу свое время. Просто трачу, потому что я так хочу. Я решила, что жизнь надо прожить хоть немного так, чтобы не было стыдно за то, как ты ее прожил. Молодая была, тоже не понимала. Горько, что понимание того, что доброта должна в этом мире быть, приходит очень поздно. Я не пытаюсь вас учить. Я просто жалею о том, что для меня она пришла поздно. Каких-то 15 лет назад. Я об этом жалею, друзья. Поэтому сейчас пытаюсь сделать хоть немного, чтобы исправить то равнодушие, то себя-любие, какое было во мне так же. Друзья, это не исповедь. Это… Я хочу достучаться к вам. Мы же все рождаемся добрыми. И просыпаемся мы душой, каждый по-разному. Я просто хочу, чтобы вы проснулись раньше. Проснулись и стали нам другом. Пожалуйста, друзья, станьте другом лохматой души. Вы очень нам нужны. Очень. А мы нужны вам. С наступающим вас Новым Годом. До Нового Года осталось несчастных несколько дней. И очень хочется, чтобы все невзгоды, вся боль, все проблемы остались здесь. И чтобы успеть вот этих малышей вылечить до Нового Года. И чтобы Новый Год они встретились здоровенькими. А мы бы встретили Новый Год с новыми друзьями. Друзья, я жду вас. Я прошу вас. Станьте другом лохматой души. Вы очень нам нужны. Спасибо вам всем. Доброго вам всем здоровья.